здравствуйте дорогие друзья рад приветствовать вас на нашем канале сегодня я хочу рассказать о том как мы подготавливаем свой рассадник следующему сезону друзья ну во первых по окончании сезона когда мы уже убрали все растения из рассадника цветы которыми занимались продали помидоры и огурцы все убрали уже отсюда что выращивали в грунте естественно осенью необходимо сделать дезинфекцию теплицы по дезинфекции теплицы есть у меня хорошее видео на канале мы обрабатываем свою теплицу серой ну серные шат шашки некоторые используют у нас сера россыпью была возможность когда-то достать в большом количестве свое время и так и используем друзья плотный дым который выделяется в результате горения серы уничтожает и болезни и вредителей уничтожает которые пытаются уйти на зимовку в нашем рассаднике и эта процедура очень сильно нам поможет в дальнейшем избежать ранних каких-то вспышек заболеваний или раннего выхода вредителей ну конечно вредители потом могут прийти со стороны из-за пределов рассадника болезни точно также могут прийти со стороны но хотя бы на начальном этапе выращивания они не будут сразу у нас появляться поэтому я считаю что обработка дезинфекция рассадника это очень важное мероприятие на которое нельзя не обратить внимание и если у вас поликарбонатные теплицы и металлические дуги ну металлические есть элементы теплицы не защищены то есть не покрашены хорошо либо не оцинкованы то серу лучше не применять если есть открытый металл иначе будет усиленная коррозия вызываться в результате проведения вот этой операции проверяем затем целостность покрытия то есть пленки подбиваем второй слой пленки если вдруг он пришел в негодность у нас теплица термос то есть пленка в два слоя и между балками у нас как бы воздушная подушка получается в результате этого конечно же получше держится тепло затем друзья после того как проверили веревки которые натянуты и придерживают пленку ну как видите мы дранками не пользуемся не прибиваем по балкам мы вот такими перекидываем веревками ну кто-то тросами это в принципе неважно производим консервацию то есть закрываем бока на зиму это обязательно летом они нас открываются для проветривания но сейчас мы забиваем так чтобы не было ни щелей ничего внутри делаем все то же самое здесь еще не пробита и не прикопано но необходимо конечно будет прикопать снутри чтобы не было дороже холодного воздуха то есть как можно более тщательно провести консервацию теплицы и защитить ее от проникновения холода с улицы горшочки для выращивания будущей рассады мы уже набили и обязательно накрываем пленкой друзья если не накрыть пленкой это будет пересушивание сейчас видите вот капельки они снизу пленки то есть влага которая пытается испарить ну давайте я открою сейчас как видите ничего не пересыхает земля умеренно влажная нельзя пересушивать землю в стаканах поэтому мы производим укрытие пленочкой единственный стеллаж у нас крайний это земля которая будет уходить на наполнение рассадных ящиков она еще не до конца подготовлена она немножко пересохла но мы ее дополнительно поливаем переме перемешаем и будет она в хорошем таком влажностном состоянии добавим сюда еще классмана процентов 20 наверно и пересеем потому что для посева в рассадных ящиках здесь попадаются ну крупные фракции почвы для посева не совсем подходящая все будет пересеяно на мелком сите добавлен сюда классман и будет прекрасная почва поэтому мы ее пока не накрываем при необходимости перед использованием прольем следующий момент важные заготовили мы дрова уже будем отапливать в основном дровами и углем все что имеется возможность под всеми стеллажами чтобы потом по снегу не ходить все уже заполнено дровами каждый стеллаж здесь я сейчас подготавливаю почву повышаю плодородие с помощью перегноя ну перегной не совсем перепревший здесь попадаются частично навоз не перепревший то есть свежий все это будет разравниваться затем вот эти кучки которые я позавозил выглядит уже когда мы распределили равномерно вот таким вот образом перепашем и сантиметров 25 у нас будет нормального плодородного слоя с хорошей структурой почвы почему это важно друзья у нас слишком легкая почва чистый песок и естественно в песке плохо задержится влага и элементы питания а с помощью внесения перегноя мы эту ситуацию исправим здесь у нас будут выращиваться на этом участке огурцы и на участке которые я буду сегодня готовить буквально будем выращивать помидоры растений будет немного ну где-то порядка по 100 штук на каждой половинке ну для себя нам хватит а там посмотрим как говорится и советую если вдруг у вас будь то легкая почва то есть песчаная будь то почва слишком тяжелая то есть глиня на восстановите структуру почвы потому что если на песке уходит влага и питание в глубинные слоя то в тяжелых почвах будет слабый доступ кислорода поэтому растением будет расти весьма тяжело и они не покажут хороших результатов в конце концов вот друзья собственно все работы по проведению подготовки рассадника к следующему сезону землю заготовили целостность осмотрели дезинфекцию провели дрова приготовили и плодородие почвы на участке на котором будет выращиваться растение в грунте мы тоже провели кстати в этом году мы будем точнее в следующем сезоне мы будем проводить выращивание ранних овощей по технологии которые мы пользовались несколько лет назад и существенно можно повысить просто ранний выход продукции без дополнительного увеличения сжигания топлива при той же температуре продукция будет пораньше я думаю будет интересно многим из вас и возможно кому-то этот способ который мы будем использовать следующем сезоне по выращиванию ранних овощей тоже понравится на этом короткое видео закончу надеюсь если вдруг кто-то из вас что-то упустил при подготовке рассадника я знаю что многие из вас сейчас тоже его готовят к следующему сезон то это видео послужит некоторым напоминанием в некоторых моментах спасибо за внимание всего вам доброго до свидания до новых встреч